Он мечтал построить город-сад, столицу русской керамики. Им была создана единая система непрерывной профессиональной подготовки и гармоничного развития молодого поколения. В Раменском историко-художественном музее прошел круглый стол, посвященный бывшему генеральному директору объединения кжель Виктору Михайловичу Логинову. Его не стало 10 лет назад. Большинство кжельцев, а может быть даже и вся кжель понимает, что этот человек сделал многое для кжеля в те далекие, а может быть и не совсем далекие года, когда кжель процветала, когда кжель развивалась, когда кжель строилась. И сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить, а что было хорошего и что то хорошее мы можем использовать сегодня в нашей практике, в нашей жизни. Вот это самое главное для нас сегодня такая цель, задача. Я сегодня с великой радостью приехала в музей с тем, чтобы еще раз отдать дань глубокого уважения человеку, который наш промысел кжельский стал известен во всей Европе. И я вспоминаю годы совместной работы с Виктором Михайловичем и хочу отметить, что работа в те годы, в 90-е годы была очень эффективная. Совет директоров, который возглавлял Виктор Михайлович, решал очень многие вопросы социальные в нашем кжельском регионе. За круглым столом собрались руководители предприятий, художники, педагоги и жители кжельского кластера. Вспоминали Виктора Логинова исключительно добрыми словами. Каждый гость отмечал весомый вклад Виктора Михайловича в развитие кжельского народного художественного промысла. Такие личности, как показывает история, не забываются, а наоборот, навсегда остаются в памяти людей и последователей. По их мнению, на основе идей Виктора Михайловича и сегодня возможно создать концепцию развития кжели как бренда. Он так нас вдохновил в Абашеве на творчество. Он умел, да. Это было вообще исключительно после его дара. Я ему поверила. Уже до этого я уйдала, конечно, на уши. Но когда еще я услышала о планах Виктора Михайловича, в котором суждено практически всем его планах, в котором суждено воспитаться. Конечно, я счастлива, потому что я работала от его начала. И на объединение, мы уже были студенты техников, мы были с самых первых курсов. Для нас были открыты двери. Виктор Михайлович, он был человек, который мог командовать, наверное, армией. То есть он строил не просто тактические задачи перед собой ставил, а стратегические задачи развития не только своего предприятия, а всей кжели. И вот этот принцип непрерывного образования от детского сада до университета сейчас уже – это и опора на художников, выращивание своих художников как личности, как специалистов. И художники ответили ему взаимностью, создав очень много прекрасных, интересных вещей и воспроизведений искусства. В годы работы Виктора Михайловича в цехах объединения кжель трудилось свыше двух тысяч человек. Это был настоящий расцвет народного художественного промысла. Художников выбирали тщательно, искали лучших по всей стране. В те годы большой объем произведенного товара кжельского промысла отправляли за границу – Германию, Испанию, Францию. Поэтому кжель как бренд высоко ценили не только в России, но и за рубежом. В те годы, когда возглавлял Виктор Михайлович объединение кжель со всей Россией, он искал художников. И сегодня работает более 50 художников народных, заслуженных художников СССР, заслуженных художников Российской Федерации, которые звание такое получили уже работой в объединении кжель. Очень эффективно работал художественный совет изделия. Ежегодно прирост наименований изделий был по 30-40 наименований изделий. Художники работали, будем говорить так, день и ночь. На сегодняшний день в кжеле работает семь крупных предприятий народного художественного промысла. Много небольших мастерских, индивидуальных предпринимателей. Такой возможности в советские годы художники не имели. Но благодаря большой, единой команде, родящей за качество производимого товара, достигались высокие результаты общего дела. Вот перестаньте быть индивидуалистами. Наконец-то, наконец-то, поверьте кому-то. Вот вы, хорошее предложение, пусть при команде будет СССР художников. Вот вы художники, и будете все сдружить, и помогайте палате народных промыслов. Почему же не может снова встать во главе единства всех народных промыслов? Но надо покончить со своим индивидуализмом, чего никак не хотят понять местные жители. Я считаю, что взаимодействие должно быть трех, это тримират таких ветвей, как художественная, бизнес и власть. Вот взаимодействие, правильное взаимодействие вот этих ветвей и даст нам результат. Реальный. Я считаю, что вот этот принцип непрерывного образования, его надо дальше поддерживать и ни в коем случае не потерять. Второй момент, что нужно обязательно возродить вот эту систему взаимоотношений производства и художника. Сейчас она в какой-то степени утрачена, и качество на некоторых предприятиях продукции очень сильно упало. Поэтому, может быть, нужно создавать художественный совет какой-то в ГЖЕЛе, именно на базе гжельских предприятий. Может быть, нужно посмотреть, создавать какие-то конкурсные программы среди профессий рабочих, допустим, живописца, литейщика, оправщика и так далее, чтобы поднимать статус рабочей профессии, именно потому что сейчас катастрофически не хватает именно рабочих профессий для дальнейшего развития производства. Какое продолжение будет иметь звонкая сказка ГЖЕЛЬ, о которой так мечтал Виктор Михайлович Логинов, остается загадкой для современников. Пока лишь ясно одно. Главное – не спугнуть вдохновение, которое, как считал Виктор Михайлович, нужно использовать с максимальной пользой для дела. Марина Миткевич, Андрей Пластунов для программы «Городские вести».